Всем привет, уважаемые зрители, с вами канал Аккумуляторщик. Сегодня у нас на обзоре тестер аккумуляторных батарей бренда Conway KV218. Моделька относительно свежая. На Conway я, наверное, практически на все уже делал обзоры. Огромный плейлист, перейдите, посмотрите, кому какая модель интересна. Это вот нечто среднее между KV208 и KV650 моделью. Но обо всем по порядку, давайте начнем с комплектации. Комплектуется все в стандартной конвейской коробочке. Такая вот она у нас идет. Здесь, как обычно, брошюрка, какие устройства есть. Conway еще выпускает типа OBD вот эти вот сканеры. Вот они, в принципе, зарядное устройство. На 710 я не делал, но это то же самое, что 720, только без термопринтера. На 720 обзор есть. На эти все остальные тоже есть. И мы сейчас сравним результаты. Значит, дальше инструкция по эксплуатации на английском языке со скриншотиками. Кому интересно, можете почитать. Такая вот, значит, бумажка. Спасибо, дорогой друг, за заказ. И сам тестер. Чехольчика вот такого вот, как идет с другими версиями, здесь нет. Кстати, в 208 тоже чехольчика нет. Типа считается супер бюджетная версия, но это уже такая средняя версия. Я считаю, что здесь, конечно, можно было добавить. Конструкция аналогичная, КВ-208. То есть, корпус тот же самый. Здесь нет разъема для подключения к компьютеру, для того, чтобы скинуть данные или обновить прошивку. То, что здесь есть, все, обновлений нет. Хотя у других версий, конвеев почти у всех, обновление прошивки доступно. Здесь у нас цветной дисплейчик. Сейчас подключим к аккумулятору, посмотрим. Кнопочки вверх-вниз. То есть, выборка, да, exit-назад, enter-вперед. Все, вот такие вот провода. Такая вот велкорозастежечка. Провода такие вот дешевенькие. Дешевенькие. Но крокодилы мне такие нравятся. Потому что они вот идут, у них две губы основных. Каждый подходит провод. Вот он первый провод, вот второй провод. И, кстати, не припаяно, а прикручено на винтики. Как мы видим, то есть, удобно цепляться и за маленькие токовыводы, и за большие, и за свинцовую клемму. Четырехконтактное подключение. То есть, по двум идет питание тестера, там нагрузки. И по двум идет съем напряжения. В тестерах должно быть четырехконтактное подключение, чтобы показатели были довольно точные. Подключаемся к батарее, проверяем четырехконтактность подключения. Я во всех обзорах тестеров этого говорил. То есть, берем, подключаем один контакт. Как мы видим, нет питания. Подключаем другой контакт. Тестер включается, но замерять ничего не будет, скорее всего. Вот выберем сейчас рандомные какие-то показатели. Вот видите, да, что отсутствует соединение. Поэтому, так вот. Поэтому надо подключать полноценно. И, как мы видим, сразу он ошибку, если что, не выдает. Имейте в виду. То есть, понять, нормально вы подключили или нет, сходу не получится. Дисплейчик светной. Очень похож на КВ-650. Но все-таки, мне кажется, что там получше, поярче, нежели здесь. Но на солнышке вполне себе видно. Здесь вот при мощном студийном, так сказать, свете, здесь тоже все нормально видно. По меню гуляем, значит, стрелочками. Здесь 6 пунктов меню. Пойдем от последнего настройки. Значит, здесь выбор языка. Здесь разные можно выбрать. Английский, французский, испанский, немецкий, китайский и так далее. Зуммер. Это вот эта вот пикалка. Можно включить-выключить, в зависимости от того, как вам удобней. Тест оборудования. То есть, проверка дисплея. Дисплейчик у нас переключается. Проверка клавиатуры. Работоспособность, что все у нас правильно работает. Дальше информация. Вот версия у меня такая. Вот единичка. То есть, версия прошивки, версия, как это сказать, аппаратная. Все по единичке. Серийный номер нашего устройства. Дальше у нас по меню. Это повтор. Повтор последнего результата. Можно посмотреть, если вы его забыли. Можно его, соответственно, удалить. Мотоциклетный тест мы проведем сейчас на другой батарее. Дальше проверка зарядки. Проверка вращения. Это на автомобиле проверим. И проверка АКБ. Перейдем сюда. Здесь можно проверить батарею на 6 вольт и на 12 вольт. Выбираем на 12 вольт. В салоне автомобиля, если мы с вами выбираем, то здесь необходимо сбить поверхностное напряжение и прочие моменты. Если мы выбираем вне салона автомобиля, то есть, как здесь, то просто сразу уже выбираем. Дальше выбираем мы один из пяти типов батареи. То есть, это обычная. АGM плоского типа, у которого пластины плоские, как у жидкого. АGM спирального типа, это технология Spiral Cell, как, например, у батареи Optima. Гелевая батарея, понятно. Технология EFB, у нас технология EFB. Смотрим на корпус. Технология EFB в иенах 610 заявлена. Также и выбираем, соответственно, на тестере. Выбираем технология EFB. Иенах 610. И проводим соответствующий тест. Что касаемо батареи. Что мы здесь получаем? Вердикт общий. Батарея хорошая. R это внутреннее сопротивление 4,66 мОм. SOC это степень заряженности 100%. SOH ресурс батареи 100%. Напряжение у нас 12,69 В. И, значит, рассчитанный пусковой ток 545 Ампер. Как тестер вообще производит замер? Он дает короткую нагрузку, замеряет напряжение, рассчитывает внутреннее сопротивление батареи. И потом по своим формулам рассчитывает уже проценты SOH, SOC и вот этот пусковой ток. То есть 575 это, как сказать, ненастоящий прям реальный. Это очень-очень примерные показатели, чтобы вы понимали. Что вот этот вот ток, который здесь указан, необходимо грузить именно его номиналом. То есть очень мощной нагрузочной вилкой. То есть в лабораторных условиях это проверяется, чтобы просто было понимание. Это экспресс-диагностика, которая дает общие показатели. Хватит даже свинцовую клемму. Да, без проблем. То есть проблем с подключением абсолютно-таки не будет. Подключили, устройство автоматически включилось и перешло в основное меню. Цветной дисплей. У нас сегодня солнечная погода, но мы находимся в теньке. В принципе, все более-менее видно. Хочется немножко поярче, но, в принципе, этого достаточно. Под прямыми солнечными лучами, возможно, будет чуточку похуже. Давайте проведем тест аккумулятора. Значит, в... Вне, наверное, да? Нет, давайте в салоне автомобиля. Здесь подразумевается, что если в салоне автомобиля, то необходимо сбросить поверхственное напряжение. У нас его с вами нет, потому что автомобиль мы не запускали. Выбираем технологию EFB. Иены 620. И проводим соответствующий тест. Ну, кстати, еще может быть защитная пленка немножко влияет. Напряжение у нас показывает 12-27 вольт. СОЦ, соответственно, 59%. СОХ 80%. В иенах это то, что я заявил. Внутреннее сопротивление 581. Требуется перезарядка. Ну, требуется подзарядка, наверное. Вот. Если защитную пленочку убрать, возможно, будет чуточку получше. Все. Дальше мы никуда не можем перейти. Дальше только у нас другие пункты меню. Тест вращения и тест, соответственно, зарядки. Так, ну и пойдемте. Значит, проверка вращения. То есть, это тест стартера. Так, пожалуйста. Выключите. Что выключить? Непонятно. Наверное, выключили. Запустите двигатель. Запускай. Запустили двигатель. Обнаружена скорость вращения. Идет проверка. То есть, он сам фиксирует падение напряжения. И сам показывает вот эти вот замеры. Время на запуск потрачено было 913 миллисекунд. Максимальное напряжение было у нас 11,29 вольт. Минимальное 9,29. Проворачивание вала нормальное. Оценил он как нормальное. Дальше перейти никуда нельзя. Выходим назад. Проверка зарядки. Выбираем проверку зарядки. Ну, экранчик слабоват, конечно, для уличной проверки. Дальше он показывает пульсации 39-40 милливольт и напряжение, какое было актуальное. Дальше идет проверка при активной нагрузке. Увеличьте обороты. Удерживайте их в течение 10 секунд. Давайте попробуем это сделать. Подержим. И нажимаем ОК. Идет у нас проверка. И вот такие вот результаты он у нас выдает. Активная нагрузка 14,59. Нагрузка, ну, без нагрузки типа, да, 14,65 вольт, а пульсация 39. Проверка зарядки нормальная. Все. Назад больше выйти некуда. Ну, и все. В принципе, на автомобиле больше проверять, собственно, и нечего. Перед вами мотоаккумуляторная батарея, у которой нету значений там пускового тока, еще что-то, да. Здесь есть вот маркировка YTZ14S, 12 вольт и емкость. Но, чтобы проверить тестером, там надо же вводить пусковые токи. И вот для этого как раз таки есть вот этот вот режим проверки мото-батарей. И вот крокодильчиками мы удобно цепляемся, смотрите, вот этими, да. Все у нас, тестер включается, и мы выбираем режим мотоцикл. Переходим в режим мотоцикл, и здесь у нас открываются вот эти вот кодировки. То есть, эти кодировки, конечно, можно там таблицу эту найти. Иногда в инструкциях к тестерам пишут, иногда где-то еще. Но вот здесь это все вшитое, то есть, здесь мы это все, по идее, с вами можем найти. YTZ14S. Надеюсь, эти показатели здесь есть. Ну вот попробуем пройтись. Так, YTZ, вот, 14S. Все, мы выбрали, он автоматически из памяти подчеркивает эти данные. Но он здесь, о, вообще все плохо. Смотрите, SOC 9, меньше 9,8,98 вольт. Сопротивление больше, чем 300 миллиом. Пусковой ток меньше 10 ампер. И по стандарту он выбрал стандарт 351 ампер пусковой. То есть, ну вот он дал нам информацию по вот этой батарее. Надо ее поставить, позаряжаться. Он, видишь, написал, значит, после зарядки измерить. Ну вот попробуем, зарядим. Потом, короче говоря, померим. Но тестер, смотрите, на 9 вольт включился. Проверил, показал результат. Сверимся по напряжениям. Напряжение батареи у нас 12,70, 12,69. Произведем такой же тест, который мы производили. Ну, вы уже видели результат. Но, тем не менее, 12,69 там он показал. И вот смотрите. Видите, да, напряжение просаживается. То есть, тестер дает небольшую нагрузку в короткий период. И 12,68 было 12,68. Копеечка в копеечку. Нечита какому-то кингболину и прочим тестерам. Хотя этот тестер намного дешевле и намного функциональнее, чем кингболин. Ну и давайте сверимся с его старшим братом. Conway KV650. Самое последнее обновление, что есть. Я прям два тестера сейчас подключу. Выбираем все те же параметры у обоих тестеров. Вне салона. Технология EFB. Ены. Ены 610. И проводим тест. Давайте. Вначале одним тестером, потом другим. Потому что тестеры дают нагрузку. И вот 218-ый, смотрите, он дольше дает нагрузку. Ну и вот, какие мы с вами, какую разницу мы имеем. Значит, здесь показывает 100%, 100%. Здесь 98%, 92%. По напряжению 12,63, 12,65. Небольшая разница есть. Но повторюсь, из-за того, что мы грузим, возможно, то есть, небольшая разница в напряжениях. Ну и рассчитанный здесь 580 ампер, там 567. Ну вот такие вот данные. Батарея хорошая. Здесь батарея исправна. Вердикт. Но близкие, близкие показатели. Итоги. Все тесты, эксперименты вы видели самостоятельно. Свой вывод сделайте. Напишите его вниз в комментарии. Ссылку, где я заказывал, я оставлю в описании. Но можете найти на любом маркетплейсе. Конвей везде вообще можно, мне кажется, заказать. Купить вообще абсолютно где хочешь. Что касаемо этого тестера. Это бюджетный, типа, самая начальная версия. Да, это чуть лучше, чем 208. Но 208, извините, там можно было до 1000 купить. А это до 2000 все-таки продается. Мерит 6,12. Мотоциклетки, цветной дисплей. Хоть и такого себе качества. Лучше, чем на Кингболине. Но хуже, чем на 650 версии. Из минусов, я считаю, что не добавили обновления. Это прям огромный минус. Потому что, ну, все-таки там где-то русификацию. Где-то какие-то параметры. Где-то добавить в табличку данных. Почему бы и не сделать. Да, но самая-самая дешевая версия. Такие дешевенькие провода, которые будут в мороз дубить. Крокодилы уже поменяли на вот такие. Мне они больше нравятся, чем обыкновенные. Вот эти вот такого формата. Их сложнее подключать к модкам, к ИБПшникам, к свинцовым клеммам и так далее. Вот это вот вполне себе неплохой вариант. По показателям вы видели. Мы сравнили, значит, по напряжению. Совпадает с 650-м. Близкие показатели. То есть, в этом плане, как бы, вопросов нет. По напряжению, если что, конвей можно докалибровать. Докалибровать. Получить какие-то определенные данные. Как бы вот не сделать с кингболином. Вот это вопрос. Кто что думает насчет этого тестера вниз. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok